Семейный суд Здравствуйте Благодарим за то, что пришли к нам в студию И сегодня мы обсудим с вами Такую актуальную проблему Почему Семейный суд Разделили Это стало отдельным В чем самая главная цель Я начну чуть-чуть издалека Думаю это будет интересно Зрителям Вообще в 19 веке Первый раз суды открылись в США Именно для несовершеннолетних Потому что пошел вал Преступлений совершенных несовершеннолетними И на фоне того, что Очень много их пошло Создавались первые ювенальные Юстиции Стало в США появляться Потом постепенно другие страны подключились В 1900 году Германия А у нас именно Германия является Страной, на которую мы обмениваемся Честно опытом В Германии В 2007 году Первый раз вышел указ президента Создание специализированных судов Астана-Алмата Потом же со временем Стало это развиваться В 2015 году ввели изменения В наш процессуальный кодекс Где ввели к главу Примирительные процедуры То есть Примирение сторон Это в 2015 году В 2018 году Ввели пилотный проект Семейный суд На базе Астаны Если я не ошибаюсь Павлодара тоже Там был основной уклон Все, что касается несовершеннолетних Проводить через специальных Выделенных из состава В штате Судей Которые целенаправленно Занимаются только этими вопросами Разводами Примирениями Алиментами Это был пилот Как пойдет Как зайдет Как статистика пойдет Вот И этот проект Показал себя очень хорошо В плане того Что сократились разводы Очень много примирений пошло Они приходят в суд Стороны Ну, муж, женой И мериться Прям большой процент После этого Ввели В сентябре Этого года 23-го года Полностью Все Дела Связанные с несовершеннолетними Начиная от алиментов До их выселения Несовершеннолетних Причинение ущерба Ну, несовершеннолетний ударил Или повредил машину Что-то Все полностью выделили В суд по делам несовершеннолетних Туда Мы как-то немножко смешанные были Потому что общая юрисдикция Рассматривала и алименты Есть суд по несовершеннолетним Есть мы Общая юрисдикция Которая рассматривает алименты То есть почему? Когда есть суд И в сентябре этого года И в сентябре этого года Полностью выделили И теперь эти вопросы Касающиеся семей Как по принципу одного окна Ну, как цон Можно сказать То есть в одном суде Решаются все вопросы А раньше был алимент у нас Развод у нас Определение места жительства И порядка общения В другом суде Ну, а сейчас вот все в одном И сейчас, когда люди разводятся Они в одном решении Все вопросы решают сразу И раздел Мы прям рекомендовали Подавайте на раздел Сейчас, здесь и сейчас Алименты На содержание жены Если до трех лет Ребенка трех лет нет Вот И Ну, чтобы это облегчить Вообще споры И, конечно же, было больше Возможностей для примирения Сторон Потому что по делам несовершеннолетних Судей Там психологи работают Комиссия Опека Активно Со всеми организациями Как Жанна Я Синергия Вот недавно Вот Вот Пасса Ну, частные организации Государственные Которые работают с детьми Вот они очень тесно Работают с ювенальными судами Поэтому выделили Отдели целый аппарат Чтобы Работать С семьей Насколько это облегчает И все-таки Работу Как-то Как-то Судей Это специализация Там уже Человеческий мозг Он уже такой Он подтачивается Уже Если есть не совершит Более бережно Более Как сказать Другой Не то, что давление А вот Не так Строго Ну, если ты вот Совершеннолетний Вот Взял ответственность Неси, да А тут Если ребенок Больше Через психологов Через мягкие Висеют Можно так сказать Да Какие-то Нестандартные Ситуации А вообще Какие изменения Коснутся И районных И приравненных Изменения Ну Прямо Таких изменений Нет Но если Человек не может Выехать За пределы района Он подает В районный суд А наши Централизованные Городской суд Он приравненный К району Он находится в центре В областном центре У нас только В наш суд подает А если Не могут выехать Дети маленькие А надо Специализированы То по ходатайству Конечно На месте рассматривают Те же суды Там же и рассматривают Это специально сделаешь Чтобы не гонять людей К тому Сложно выехать С района Но в то же время Хотят быть Выслушаны в суде Прийти очно И высказаться Какова деятельность Основная данных судов Каких? Юринальных? Да Все что касается Несовершеннолетнего Несовершеннолетнего Все Даже наследство Сейчас К нам до сих пор Идут иски Когда банки Подают Допустим Родители умерли Взяли в долг Деньги Займы Долг остался Они умерли Но есть наследники Несовершеннолетние дети До 17 лет Раньше эти дела Мы рассматривали Мы нас А сейчас Отдали в те суды Поскольку все равно Это права Несовершеннолетних И они потом будут Воплачивать Поэтому Потом касается Наследства То же самое Ну Долг Это тоже Конечно К наследственной массе Относится То есть Если ты наследник Ты несешь Не только права Получить квартиру Машину Дом Но ты несешь Обязанность Заплатить Деньги Но там Выплачивает Не несовершеннолетний Понятно Выплачивает его Законный опекун Потом Если вдруг Опекун меняется Другой платит Но вот этот момент Все равно Взыскивается С несовершеннолетнего Но в лице опекуна Хорошо Выселение Например Тоже Выселяет Допустим Государство Выселяет Семью Допустим Предположить Или банк выселяет Были такие случаи Если там хоть Один несовершеннолетний Все он идет В этот суд Да Поэтому там Именно защита Прав несовершеннолетних Она вот стоит Такой глыбой Там и опека Над них И психологи И суды на стороне Чтобы сделать так Максимально Чтобы они не были Ущемлены Мне кажется Это прям Хороший показатель Наша Наша Система Работает В такой Потому что Дети Наши будущее Если их не защитить Потому что раньше Несовершеннолетним Относили Как взрослым Вот совершил преступление Раньше До юстиции Ювенальной Несешь ответственность А все-таки Статья Что при разводе Суд Обязан Там нет Такого Права Хочет Не хочет Обязан Решить вопрос О Алиментах Решить Обязан Решить Не хочет человек Но он обязан То есть ему прям Даются консультации Рекомендации Что сделать Чтобы вот здесь И сейчас Этот вопрос решился Если он есть Если нет Ну хорошо нет А если есть То здесь уже идет Активная работа Чтобы этот вопрос Закрылся И человек Через год Через год Не бегал отдельно За элементами Не бегал отдельно За раздел По разделу имущества Или на обучение Что-то На свое содержание Мать допустим Поэтому Сконцентрировались При разводе Вопросы Алиментов Разделы имущества Содержание Матери до 3 лет И места жительства Ребенка Где он будет жить С кем будет жить Потому что тоже Для госорганов Я так поняла Тоже такой Один из важных вопросов С кем будут жить дети Из этого вытекает По разным Профильным законам Выплата на содержание Как их называют Квартирные вопросы То есть с кем дети живут Значит Выплата больше Да И этот вопрос Тоже такой важный И мы тоже В решении об этом указывали Все-таки Тема семейных ценностей Да Разводов Сейчас очень много Ну это уже Можно не скрывать об этом Да Все об этом говорят Можно даже Не говорить Да Какую-то статистику Потому что их действительно много Как вы считаете С чем это все связано Насколько вот важно И возможно решить эту проблему Ну если посмотреть по практике других стран Не скажу точно Не буду Как сказать Придумывать Но знаешь что в ряде стран В частности в Нидерландах Есть срок Что вы можете подать На развод Только прожив столько-то лет Допустим год Только так Где-то еще есть Но у нас такого нет У нас нет То есть ты можешь сегодня И идти замуж Завтра продать на развод Можешь А у них прям граница стоит И чтобы развестись Должен прожить Не жить вместе Допустим 6 лет 4 года Вот должен доказать Что ты не можешь А у нас этого нет Поэтому мне кажется Раз впадало Раз развелся Мне кажется причина в этом А эти бы методы Как вы думаете На наш Ну наверное люди просто Подумали бы Стоит ли регистрировать Официально Потому что брак Официально регистрировать Потому что сейчас Развестись сложнее Прям вот сложно Мы Гражданский суд Рассматриваем О разводе Пар Где нет детей А ювенальный суд Семейный Он только где есть дети Потому что там их права В других странах Есть Причина отказа В разводе Если будут Ущемлены права детей Они могут Отказать В разводе Говоря что Они могут Меньше получать денег Дети Или у них Жилищные условия Ухудшатся Допустим Они могут Отказать в разводе У нас такого нет У нас насильно Никто не будет Держать браки И хочет Все не хочет Как-то вот Может и в этом Тоже какая-то роль Есть Что у нас Не хочет Не хочет Нельзя Конечно мы даем Сроки на примирение Отправляем психологам Когда сами Пытаемся С житийской стороны Может быть Эмоциональное Напряжение Снять Вот И Наверное В этом Что Быстро подать А я начала К тому Что сложнее Растись А в том Потому что У нас Можно Развестись И в ЗАГСе Для этого Надо Не иметь детей Не иметь Спора По имуществу И должно быть Оба Человека Должны вместе Прийти И написать Вот тогда Вы можете В ЗАГСе Развестись Ну это спора Но у нас Часто бывает Другая сторона Просто Уклоняется Ну Не приходит Не приходит Что-то там Пишет Уезжает За границу И человек Не может Развестись Тогда он Идет к нам Ну и в этот момент Чтобы в суде Развестись Нужно Очень много Документов Собрать Доказать Что тот Уклоняется И это Не с одного Раза Заходит В суд То есть Нам приходится Возвращать Говоря Докажите Его уклонение Вот я Потому что Вы можете Без суда Развестись И они Отправляют Извещение Официальное Письмо Пишут Вот такой-то Дат Такое-то Время Приди Мы Разведемся И это Несколько писем И Когда это Все возвращается Там Прям Такая Папка Собирается Скриншоты Переписок Может Какие-то Аудио Что-то Именно Уклонение Доказать Примирялись Действительно Примирялись Вообще Насколько Методы По Примирению Работают Или Что Нужно Сделать Чтобы Они Работали Время Время Психолог Я понимаю Что Здесь Значит Можно Потому что Эмоции Еще не Прожито Значит Это все Может Обид Обида У обоих И там И тут Можно И в этот Момент И уже Подключаются Специалисты Мы Прям Откладываем 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 Давайте Еще раз Давайте Повсходите А вы Сходили Может Давайте По одиночке Сходите Вместе Сходите Бывает Помогает Да Помогает Бывает Помогает А есть Такие Пары Которые Забрали Заявление А через полгода Опять подали И так Бесконечно Они будут Каждый год Подавать Есть такой Момент Когда Это Как Манипуляция Вот Я подала Суд Там Что-то Хочет С той Стороны Мнимая Какая-то Мнимость Мы Тоже Это Видим И Забирает Заявление Вот Все-таки Вы Сейчас Рассказывали У меня Такой Вопрос Возник Все-таки Когда Люди Пытаются Развестись С ними Работают Психологи Но Если Уже Есть Какая-то Проблема В семье Я думаю Что Было бы Лучше Наверное Если бы Они Самостоятельно Обратились К семейным Специалистам Для того Чтобы Как-то Решить Проблему Нежели Чем Мне кажется Это Больше Зависит От Осознанности Как-то Внутренней Взрослости Наверное Ну Не по Паспорту По Устоверению Уже 35 А ведет Себя Как Я тебе Ты Мне Вот От Этого Зависит И Мое Мнение Что Очень часто Вмешиваются Родственники Со стороны Как Можешь Такие Жены И там Вроде бы Пара живет А их родственники Не могут С друг с другом Помириться И просто Там вступает Уже Как Лояльность Наверное Что Ты так С моей мамой Не уважаешь Ты моего отца Не уважаешь Тогда Зачем нам жить Хотя По сути Было бы Правильнее Просто отделиться Морально Не так Вот Высилить А вот Решить Что мы Союз Взрослый Самостоятельный Совершеннолетний Приняли Взять на себя Ответственность И решить Это Полюбовно Без Вмешательства У нас Менталитет Это же такое Поколение Несколько поколений Живут вместе И все На друг друга И еще Когда предыдущее поколение Тоже особо Не вкладывается В примирение Здесь Тоже Ну вот Поссорились Поссорились Все И каждый Свою правоту Считает Правой себя И Примирение Тут и как стороны Родственников Тоже Как они И причина ссоры Так и причина Примирения Тоже должно быть Ну вот Если у вас Менталитет Такой Как в минус Так и в плюс Чокерикова Исходя из Вашего опыта Вы видели Уже Немало Разных Случаев Да Как вы думаете В чем Все-таки Над чем Нужно работать Чтобы Чтобы Сохранить Семейные ценности Улучшить Все же Молодое поколение Да Оно немножко По-другому Смотрит На семью Нежели Да Как раньше Строили семьи Мне кажется Что надо Доказать Непроживание Совместное Там Четыре Как Примерно Какое-то Дать время Сказать Не прожили Вы это время И докажите Что вы не прожили Вместе Ну вот Действительно Физически не живете Вместе А бывают случаи Когда там Месяц назад Вот На праздник Поругались Новый год Через месяц Уже подают Мне кажется Если бы был Такой сдерживающий Фактор Временной Годы Может быть Там что-то Самому по себе То есть Поставить Какие-то Временные Ограничения Что докажите Фактическое Непроживание В это время Кусок Временной И только потом Мы еще посмотрим А если Действительно Права Маленьких детей Ушемляется Часто бывает У мужчины Живут Практики Более как У них есть Возможность Обеспечить себя И бывает Когда мать Детьми Остается Более таких Материально Неблагополучных Условиях Меньше квартиры Там нет машины Если такой То может быть Вопрос об отказе В разводе Можете потом подать Но вот сейчас Пока может Рано Это мое мнение Мое мнение Может как один из Причин Почему бы не попробовать Но только так Потому что Действительно Видя такую молодую пару Вчера Вот В 23-22 Поженились Весной 23-го Подают Часто Часто Ну вот мы И так легкомысленно Относятся Вот улыбаются Смеются Хихикают в камеру У нас онлайн проводят И когда очно Ну понимаешь Действительно Очень Как маленькие дети Завели себе Еще маленького ребенка И это семья А пока не созреет Это вот За 30 Наверное только А тут уже багаж такой Не знаю В каких случаях Не рассматриваются Предложения По примирению В каких случаях Сразу Разводят людей Когда Есть Ну как Или доказательства Или Ну убеждения Судей Что идет Физический вред Физический вред Были же случаи На практике Когда В зале Судебное заседание Ножом Ранили Муж Жену Поранил Если мы Если мы Такое видим Мы Даже не мерим Если Жена В таком состоянии Эмоциональном Что она Просто срывается Мы же видим Такие ситуации Дети плачут А она плачет Мы пытаемся Конечно Понять Из-за чего Но если это Физический вред То сразу Разводят Потому что Опасно У вас все-таки Можно сказать Да Такая работа Эмоциональная Да Насколько Насколько Вообще Сложно Правильно Это тоже Вы чувствуете Ответственность Правильно Принять решение В каких-то ситуациях Где-то людям Давать шанс И так далее Как все-таки Какие есть Нюансы В вашей профессии Именно Вот в эмоциональном Плане В моем Эмоциональном Плане Здесь Вот как Повторюсь Это все-таки Осознанность И Есть такое Популярное слово Да Как границы Я сижу на работе Это моя работа Я не могу Каждому Вот Слиться с кем-то Потому что Это будет неправильно У меня все-таки Нейтралитет И наблюдательная Позиция И надо Немножко Отойти От проблемы Потому что Так видней И Здравым умом Принять решение Стоит Или не стоит Вот только так Держа границы И все-таки Это уже Профессиональный подход Нельзя Сливаться Ни с одной Стороной Тогда Это то же самое Как пойти на Кухне Попить с кем-то Чай Ну как подружки Да Как это называется Нет Это профессионализм Не смотришь На самые главные Приметы По которым Уже Невозможно Или все-таки Можно Это только Здравым умом И отодвигаясь От ситуации Только так Потому что По-другому Это будет Профессиональное Выгорание А выгорание Это уже Ответственность человека То есть Как ты Распахнулся И туда Ушел А по итогу Работа Не сделана То есть Человек и не помирился И Человек-судья Какой-то В таком Раздрае А тут Следом Еще что-то Идет Их же Потоком Идут Конвейеры Разных дел Поэтому Здесь только Держать Границы Свои Профессиональные Личные Границы Держать Хорошо Какие еще Изменения В законодательстве Планируются Или Было бы Хорошо Если бы Они Были Изменения Ну В ближайшее время Это По семейным Судам Это Вот Пик Об этом Речь шла Очень давно И Вся Система Сказали Все коллеги Ждали Когда же это будет Поэтому Следующий рывок Пока Пока не намечается Это вот Наш предел Пока Ну вот сейчас Президент Нас говорил О касационных Судах Но это уже Еще неизвестно Каким образом Будет Это все Следующее изменение Как говорится Нас очень изменение Каждый год Что-то меняется Пока У нас Самое большое изменение Это семейные суды Выделения А другое Ну Время покажет Пока нам Это надо Утрясти Практика должна Установиться И люди поняли Что Пилот показал Что хорошая работа Идет А как суды Поработают Там уже И дальше Будет видно Все-таки Это недавнее Такое изменение Которое у нас Начало Действовать Так скажем Насколько Налажена работа И есть ли Какие-то нюансы Проблемы Трудности Именно вот В работе Ну Наверное С моей точки зрения Это нехватка зданий Потому что Состав увеличивается Многих людей Надо и выслушать Ну Просто вот Наверное Такое все Бытовое Не хватает Пространства Может быть Какие-то отдельные Комнаты Где можно Расслабиться Сторонам Мужам Жене Детям Все пока В это упирается Ну конечно Нехватка кадров У нас Дефицит кадров Идет У нас Не хотят Не идут люди Пока В нашу профессию Потому что Сложно пока Вот Два фактора Это вот Здание И дефицит кадров А что можно сделать С дефицитом кадров Почему Не пользуется Да Так скажем Популярностью Выбор профессии Именно в данном Ну и надо Потому что Ответственность Там Категории Это разные Идут Дела И Как заметили Законодательство Меняется Каждый год Каждый год Это что-то новое Появляется Вот Немножко Отойду От темы Ну примерно Понятно Онлайн кредиты Только стали появляться Вот Ну года Два-три Наверное Когда Популярны Стали Приложения Во всех банках Новые Замоотношения Мошенники Берут кредиты Это опять Новая работа Для судов Потому что Опять Что-то Про практика Происходит Да Вот у нас Примерно По плану Акимата Снос каких-то Районов В городе По строительству Это у нас Опять наша работа Поступает Что-то изменение Идет Невозможно Закон подтянуть Под любую ситуацию Невозможно Поэтому Что-то Меняется Закон не могут Подстроиться Все это Наша работа Мы уже Начинаем Добирать Пробилы Закрывать К людям К народу Поэтому Нескончаемый поток Разных Сложностей Разные сложности И количество Дел Наверное Поэтому Это и отпугивает Я так думаю Насколько У нас люди Знают Свои права Мне кажется Знают Права Знают Права Знают Все обязанности Не очень Мне кажется Эта работа Всегда будет Потому что Люди такие разные И ситуации У них разные И иногда думаешь Как человек Может попасть В такую ситуацию Как Это прям Невозможно В то же время Он идет в суд Говорит Вот я не знал Или Вот меня обманули Все это Общество Наверное Низкое правовое Знание И ответственности Каждого гражданина Если ты Кто-то взял В долг И не отдает Ну Обязанность У нее есть По возврату Или в банках Тоже Обязанность Есть по возврату Ну вот По разным Причинам Не может Мне кажется Это такой Вопрос На который Невозможно Ответить Слишком много Здесь Разных Ситуаций Есть ли Какие-то Моменты Например Да Которых Все зрители Должны знать Перед тем Вот например Относительно Семейных судов Наверное Уже Как бы люди Да Ознакомлены С этой информацией Да Но все-таки Если Дело касается Ребенка То нужно Необходимо Сразу Подавать Суд Уже Туда Относить документы Да Есть такой Досудебный порядок Когда Пары Не могут Поделить Ребенка Как с ним Общаться Если ребенок На руках Матери Он маленький Она может Манипулировать И не давать Единство с отцом И в это время Отец У него тоже Права есть У нас отцовство Тоже под защитой Конституции Как материнство И детство В этих Случаях У нас Досудебный порядок Идут в опеку И составляют График Вот Матери Будний У отца Такое-то время Это Обязательно Досудебно То есть Сперва туда Потом в суд Вы должны Сами договориться С опекой Как А если Уже вообще Не можете То идете В суд Это же крайняя мера Люди Не могут договориться Это вот И плохо Что люди Не могут Между собой Договориться Мы Рассматриваем Только споры Спор Нет спора Зачем идти Тратить деньги Купать Госпошлину Сейчас на самое дорогое Это время Время Или потратить На какое-то хорошее Своё занятие Или идти И судиться в суд Что же Об осознанности Договоритесь Если вас устраивает Понятие нормы Что же нет Что такое норма Нормально Что там Грудничок у отца Для кого-то нормально Для кого-то нет Если у вас это норма Пусть будет так Ну Я в целом Образно говоря Ну вот касательно Местоопределения Родителей Ребёнка Это вот до судеб И только потом Суд примет И скажет Вот вы не смогли Вот доказательства Вот график Не смогли Я хочу по-другому Вот Хорошо Спасибо большое Манчук Ериковна Действительно Мы разобрали Такие Самые Наверное Актуальные вопросы Какие-то ситуации Всё было Очень интересно Подробно Спасибо вам Для вашего Тоже спасибо Всего хорошего Всем Дорогие наши телезрители На этом у меня всё С вами была Первая студия До новых встреч Субтитры подогнал «Симон»